Доброе утро! Сегодняшний день я предлагаю начать спокойно и размеренно посвятить его максимально своему внешнему и внутреннему балансу. Давайте не будем никуда торопиться, не будем сегодня начинать утро с интенсивной тренировки, а просто посвятим его приведению в порядок всех внешних систем. Немножко потянемся и для начала мы с вами садимся скрещивая ноги, убираем руки за голову и начинаем делать наклоны корпуса в стороны. Выдох, на вдохе возвращаемся обратно. Теперь начинаем поворачиваться в стороны. Чувствуем растяжение в грудном отделе. Переходим на четвереньки, опираемся на носки, выпрямляем спину, тянем грудной отдел к бедрам, а пятки стараемся поставить на О. Подтягиваем правое колено к себе, опускаем вниз, вытягиваемся, вытягиваем руки вперед и ложимся. Возвращаемся в исходное положение. Поднимаемся вверх. Снова стараемся притянуть пятки к полу, а грудным отделом притянуться к бедрам. Дышим. Притягиваем левое колено к себе, вытягиваемся и ложимся. Мы с вами отлично растянули заднюю поверхность бедра, растянули нашу спинку. Я думаю, что ваше самочувствие и настроение стало гораздо лучше. Я желаю вам отличного дня и бодрости на все 24 часа. 1 июня отмечается Международный день защиты детей, один из самых старых международных праздников. Его отмечают во всем мире с 1950 года, но история начинается намного раньше. Впервые вопросы, связанные с актуальными проблемами детства, были подняты женщинами в 1925 году на Всемирной конференции, которая проходила в Женеве. Не у всех малышей жизнь беспечна и радостна, тысячи детей страдают от неизлечимых болезней или домашнего насилия. Не имеют нормального питания и условий жизни, а некоторые даже вынуждены самостоятельно искать способы, как выжить. Эти и другие остро стоящие вопросы детства стали проблемами мирового масштаба, чему и посвящен особый праздник. В малообеспеченных и многодетных семьях остро стоит вопрос материального обеспечения. Ведь нередко в таких семьях, несмотря на все усилия заботливых родителей и поддержки государства, малышам не хватает элементарных вещей, вплоть до питания и качественных условий жизни. Можно смело сказать, что детские проблемы касаются каждого взрослого, независимо от социального статуса, возраста и материального обеспечения. Хватает проблем и в относительно благополучных семьях, прежде всего это отсутствие внимания. Забота родителей заключается в материальном обеспечении, и малышу катастрофически не хватает тепла и ласки близких. «В нашей республике созданы все возможности, чтобы каждый ребенок мог проявить себя, свои таланты и способности. Дети занимаются творчеством, интересуются наукой, добиваются успехов в спорте. Особую благодарность заслуживают люди, которые открыли свои сердца для детей-сирот и дали им самое дорогое – семью и настоящую родительскую любовь, а также те, кто поддерживает ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья». День защиты детей совпадает с первым днем лета, которое с нетерпением ждут школьники. Ведь это не просто приход тепла и возможность для отличного отдыха – это время долгожданных длительных каникул. 1 июня для юных жителей Мордовии подготовлена программа празднования, которая пройдет в онлайн-формате. В этот прекрасный праздник желаем всем взрослым здоровья, благополучия и радости от каждой минуты общения с детьми, а ребятам – увлекательного и незабываемого отдыха, новых впечатлений и исполнения заветных желаний. Овны. Сегодня многое выводит вас из равновесия. Часто вы остро реагируете на замечания и происшествия, которых в другое время не заметили бы. Внимание к мелочам может оказаться полезным в работе. Тельцы. Труды сосредоточиться на делах, велик соблазн отложить все на потом и посвятить весь день развлечениям. Между тем, он может пройти очень плодотворно, если вы соберетесь силами и настроитесь на серьезный лад. Близнецы. Важно сохранять спокойствие и самообладание в течение всего дня. Только так можно избежать пустых споров и конфликтов, сохранить хорошее отношение с окружающими. Раки. Раки. Не спешите. События сегодня могут развиваться куда медленнее, чем вы ожидали. И не во всех делах удастся быстро достичь нужного результата, но в целом ситуация благоприятна. Львы. Сегодня вы особенно чувствительны, впечатлительны и ранимы. Часто это мешает найти общий язык с окружающими. Договориться о совместных действиях. Вы остро реагируете на любые замечания в свой адрес. Девы. Будет возможность решить вопросы, над которыми вы много размышляли в последнее время. Не исключено, что появятся новые идеи, на реализации которых вы захотите сосредоточиться. Весы. Вероятен прогресс в работе. Будет возможность быстро решить сложные профессиональные задачи. Можно делать крупные покупки, заключать сделки. Скорпионы. Стоит быть осторожнее в начале дня. В это время возможно какие-то неудачные совпадения, неприятные происшествия. Решения, принятые в спешке, могут оказаться ошибочными. Не исключены досадные потери. Стрельцы. Благоприятный день, отлично подходящий для решения самых разных задач. Вы изобретательны и находчивы. Не боитесь экспериментировать. Часто находите неожиданные, но верные ответы на важные вопросы. Козероги. Благоприятный день для общения. И деловые, и личные встречи проходят хорошо. Можно обсудить многие важные вопросы, избежав при этом конфликтов и споров. Водолей. У вас будет возможность сделать много полезного и для себя, и для окружающих. Не исключены интересные деловые предложения. События этого дня могут положить начало новому этапу вашей карьеры. Рыбы. Вы настойчивы, настроены решительно, способны достичь многого. Сегодня вы будете чувствовать поддержку звезд и благодаря ей сможете добиться отличных результатов. Всем здравствуйте! Я рада приветствовать вас снова из домашней студии. И поговорим мы сегодня о солнцезащитных очках. Этот аксессуар должен быть в гардеробе каждой женщины, в летнее время особенно. Ведь солнцезащитные очки защищают наше зрение от ультрафиолета, спасают кожу от морщинок, но и добавляют изюминку даже самому простому образу. Как же выбрать очки и сколько их должно быть в гардеробе? Рецепт такой. У вас должны быть либо одни универсальные очки, которые сочетаются с любым вашим стилем, как с элегантным, так и спортивным. Либо в вашем арсенале может быть множество очков. Будьте внимательны при выборе цветной оправы и цветных стекол. Убедитесь, что это сочетается с вашим стилем. Существует, конечно же, и мода на очки, на формы, но есть набор классических форм, которые актуальны всегда и подходят многим женщинам. Поэтому сейчас я с удовольствием для вас их примерю. Итак, классические формы очков. Запоминайте название. Авиаторы. Я обожаю эту форму. Она всегда добавляет изюминку женской внешности. Я думаю, это все потому, что пришли они к нам из мужского гардероба. Примерьте авиаторы. Они подходят практически всем. Это сочетается как с элегантным, так и со спортивным стилем. Далее очки круглые. Эти очки всегда добавляют иронию образу. Поэтому, если у вас все классно с чувством юмора, примерьте круглые очки. А если вы хотите спрятаться от солнца максимально, выбирайте очки большие. Есть еще одна форма, которую носят и мужчины, и женщины. Называется она Ray-Ban. Очень лаконичные, в стиле минимализм, но не менее стильные очки. Самые женственные. Их еще называют кошачий глаз. В моем случае, немножечко в ретро стиле. Это вот такие вот очки. Я думаю, что вы уже догадались, что такие очки не сочетаются со спортивным стилем. И еще хотелось бы мне добавить. Помните, что очки мы всегда носим на глазах. И ни в коем случае не надеваем их на голову. Вот так.